В солнечные весенние деньки река не только прекрасное место для отдыха, но и объект повышенной опасности. Об этом должны знать даже дети. Особенно дети. Для учеников одной из школ города Шуэ сотрудники МЧС организовали показательный урок прямо на спасательной станции. Для детей характерно это замечательно, дружеское, сострадательное отношение к своим сверстникам. Если ребенок оказался в воде, его сверстники, его друзья стараются оказать ему помощь. Для того, чтобы они это сделали правильно, эффективно, не пострадали сами, мы проводим вот эти инструктажи. Считаем их весьма важными. Прежде всего, ребятам объяснили, лед не везде одинаково толстый, даже если таковым кажется. Весной он быстрее тает в местах, где течение сильнее, а также рядом с берегом. От теории к практике для начала демонстрация спасательного оборудования. Вот здесь зашнуровывается, и дальше через пряжечки застегивается жилет. Значит, если вы летом вместе с родителями находитесь на катамаране, в лодочке, таким жилетом необходимо воспользоваться, потому что безопасность нужна и зимой, и летом. Хоть урок и проходил в форме игры, тема совсем не шуточная. Поэтому приемы спасения и самоспасения сотрудники МЧС продемонстрировали, так сказать, на натуре. Подобрался к ромке. Видите? Он делает попытки проламывать лед локтями. То есть, если лед тонкий, он как ледокол работает. Находит место, где лед уже достаточно прочен и работает в этом месте. И тоже забрасывает ногу, а потом начинает перекатываться. Неподготовленный человек может пробыть в холодной воде не более 20 минут. И это в лучшем случае. Так что время спасателей ограничено. Для начала нужно безопасно подобраться к пострадавшему. Чтобы вес по поверхности льда распределялся равномерно, используют лестницы и доски. Затем оказавшемуся в беде бросают специальное приспособление – конец Александрова – и вытаскивают на сушу. Уроки спасателей ребята усвоили. Я узнала о новых приспособлениях спасания. О том, как нужно спасаться, как ты упала и как нужно спасаться. Нужно позвать взрослых, чтобы они помогли его спасти. Если ты в компании, самому попробовать сделать. Нужно один человек подползает, другой держит его за ноги. И другой, например, палка или шарфом, его кладет, и он держится и вытаскивает. Но главное, что запомнили ребята – река не место для игр. И выходить на лед нельзя. Тогда и опасности жизни не возникнет, и у спасателей работы будет меньше. Наталья Романова, Андрей Семиволков, РТВ Иваново, Шуя.